В минувшие выходные практически во всех регионах страны россияне вышли на лыжню. Массовые лыжные забеги объединили всех от мала до велика. Вот и ирбичане вместе со всей страной вышли на старт уже 41-й всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». «Лыжня России» является самым масштабным зимним спортивным мероприятием в России и по числу участников, и по географическому охвату. В этом году в фестивале приняли участие 72 субъекта. Это более 500 тысяч спортсменов по всей стране. В это число вошли и лыжники из орбита. У нас на самом деле сегодня стартует вся Россия по всей стране. Проводится эта всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для нас она тоже традиционная. Мы благодарим все наши службы, которые подошли к этому процессу профессионально. Подготовка трасс, нарезка, подготовка общих соревнований и работа оргкомитета. Так что, я думаю, праздник у нас сегодня получается. Погода нам, слава Богу, тоже позволяет. Погода великолепная. После двух лет пандемии «Лыжня России» вновь возвращается к своим традициям. На лыжной базе «Снежинка» собрались спортсмены от 8 до 75 лет. В этот раз рекорд по числу участников побить не удалось. Всего около тысячи эрбичан вышли на старты. Тем не менее, обстановка от этого менее праздничной не стала. Обстановка очень праздничная. Народу, мне кажется, я столько даже не видел, что на лыжне России у нас. Очень все нравится. Организация в порядке. Хорошей традицией стало и приглашение на лыжню России в наш город именитых гостей. В эрбите уже побывали олимпийский чемпион в дуатлоне Евгений Дементьев и герой России Олег Косков. А в этот раз гостем праздника стал олимпийский чемпион по биатлону Алексей Волков. В принципе, очень рад для себя открывать новые уголки нашей необъятной страны. Поэтому путь как бы в эрбит никогда не лежал. То есть, если я в Тюмень ехал или в Хантамансиск, это всегда там через Серов проходил путь, либо опять же по Тюменскому тракту. И эрбит как бы был между двумя этими путями. Поэтому я рад, что побывал в еще одном уголке нашей страны. Для участников соревнований организаторы определили пять дистанций. 500 метров, 1000, 1500, 4400 и 6600 метров. Как говорится, каждому по возможностям. Но тяжелее всех в этом году пришлось, пожалуй, руководителям организации и профессионалам. Ведь с ними в забеге участвовал Алексей Волков. Владимир, вообще расскажите, каково соревноваться с олимпийским чемпионом? Ну это, наверное, в первую очередь гордость, радость, ну и история. Не каждый спортсмен соревновался с олимпийскими чемпионами. А мне это удалось. Конечно, мне хотелось прийти вперед олимпийского чемпиона. Хоть раз в жизни. Этой зимой погода была полна сюрпризов. После морозов приходила оттепель. После чего столбик термометра вновь опускался до минус 30. Так что организаторам пришлось здорово постараться, чтобы привести лыжную трассу в норму. И, судя по оценкам участников, они со своей задачей справились. Трасса хорошо подготовлена. Поэтому лыжи катили. Самочувствие хорошее. Поэтому все было замечательно. Сначала зимний сезон мы понимали, что будет лыжня России. Естественно, мы при подготовке этого учитывали. Срок, когда будет. И при выпадании снега мы где-то старались где-то больше подгрести. Что-то, наоборот, засыпать. Подровнять трассу, что-то еще. То есть уже непосредственно за несколько дней занимать подготовкой трассы. И оформлением вот этого так называемого стадиона здесь на лыжной базе. Многие, кто решил провести выходной день на лыжне России, не пожалели, что побывали на этом спортивном празднике. После таких мероприятий хочется сказать, что спорт действительно объединяет людей.